После того, как стоя собак, едва не растерзала его дочь, взволнованный отец схватил ружье и расстрелял бездомных животных. Защитники уверены, что мужчину нужно наказать и даже посадить в тюрьму. Но многие местные жители поддерживают стрелка, потому что из-за одичавших агрессивных животных порой сами боятся выходить на улицу. Продолжит Елизавета Копырина. Я стоял, собаки были в той стороне. Я сверху посмотрел, что на стадионе никого нету. Я спустился вниз, быстро достал из чехла оружия, зарядился, произвел четыре выстрела, отсел в машину и уехал. О жестокой расправе над бездомными собаками Александр Долгов, депутат и по совместительству глава раздольского сельского поселения, рассказывает без стеснения и утверждает, такой самосуд мера вынужденная. Поздним вечером стая собак загнала его 15-летнюю дочь на детскую горку. Девушка просидела на морозе больше часа. При первой же возможности она сбежала и рассказала о случившемся отцу, который тут же нашел решение проблемы. Я моментально оценил обстановку, увидел, что на стадионе никого нет, в том направлении никого нету. И я так думал, что меня и никто не увидит. Недалеко находились дети. Они услышали звуки выстрелов и сразу же бросились к стадиону. На поле лежали две мертвые собаки. Остальные, в том числе и раненые, разбежались. Конечно, я сейчас об этом жалею. Поспешил. Ну, все было на эмоциях. Все было как бы в страхе за детей, за своего ребенка. Мы даже если имеем деньги в бюджете, мы не можем вызвать какую-то либо фирму лицензированную, которая занимается отломом, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. И будем за это наказаны. Свой поступок мужчина объясняет страхом не только за своего ребенка. По словам местных жителей, такие своры регулярно атакуют обитателей этой деревни. Извините меня, ребенок, 6 лет, и она на нем делает нехорошее действие. Собаки нас замучили всех. Куда мы не обращаемся, говорят, что нет возможности. И они не имеют права себе совет расстреливать или убирать этих собак. Не пройти и не проехать. Собаки вокруг выйдешь. К магазину нельзя проехать. Дети ходят в школу. У меня внучку чуть не покусали. Однако такая расправа возмутила зоозащитников. Активисты требуют для подозреваемого самого сурового наказания, вплоть до лишения свободы. Дети увидели собак, которые находились в таких муках. Поэтому это, конечно, их очень потрясло. В настоящее время следствием проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение при наличии достаточных оснований об возбуждении уголовного дела в отношении данного главы муниципального образования. Но сами местные жители настаивают, шумиха в СМИ – это чьи-то происки. Мол, есть желающие лишить Александра Долгова депутатского мандата. Хотя до этого происшествие мнение о нем было самое хорошее. Уже более 15 лет он работает в школе. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – теперь самые актуальные уроки. Дети с таким преподавателем чувствуют себя в безопасности. Он похож, наверное, на Добрыня Никитича. Что это было – жестокое обращение с животными или защита детей от одичавшей своры, выясняет следствие. Но сами местные жители не исключают, пока проблема бродячих животных не решается гуманными методами, любой житель деревни может стать фигурантом уголовного дела. Елизавета Копырина, Анатолий Ильин. Место происшествия.